8 часов 45 минут. Доброго утра желаем всем тем, кто просыпается в эти минуты. Ну понятно, что те, кто уже закончил школу, родители, наверное, расслабились и считают, что можно поспать, только просыпаются к 9 утра. Ну а мы продолжаем наш утренний эфир. Желаем вам всем отличного дня. Сегодня я готова представить очередного гостя в нашей студии. Друзья, это не может не радовать. На самом деле, когда приходят красивые, умные люди, которые имеют большое значение в нашем городе, имеют влияние в нашем городе большое. Я чувствую прям положительную энергетику, друзья. Я думаю, вы ее тоже почувствуете. Итак, доброе утро, Максат Уранбасар, руководитель отдела внутренней политики города Ак-Тубе. Вот, понимаете, да? И теперь хочется собраться. Ой, сколько у нас подписчиков сразу вышло. Вот, Виктория испела, и Максат появился сразу масса вопросов у зрителей Инстаграма. Сегодня всем хорошо, девушкам и парням. Да, да. Вообще, расскажите о событиях, которые посвящены завтра, Дню памяти жертв политических репрессий в городе Ак-Тубе. Доброе утро. Завтра у нас, 31 мая, проводится торжественный митинг, ставший уже традиционным. Он проводится у памятника Обелиска на Верблюжьей горе. Он находится на 21-м километре Орской трассы. В этом мероприятии примет участие Акимобласти, руководители других государственных учреждений, правоохранительные органы, политические партии, а также родственники тех людей, которые стали жертвами политических репрессий и просто неравнодушные жители города, которые по традиции приезжают в тот день, чтобы возложить цветы к памятнику Обелиска. Максат, а вот как давно это мероприятие вообще проводится, так называемое, как вы сказали, Верблюжьей горе на 21-м километре по Орской трассе? Почему Верблюжья гора? И вообще откуда такое название? Вы можете ответить? Данное мероприятие проводится с 97-го года, когда указом президента, 31 мая было признано Днем памяти жертв политических репрессий и голода. Оно проводится с 97-го года, а что касается названия, оно уже с незапамятных времен и до этих событий назвалось Верблюжьей горой. Ну, я думаю, что название пошло из-за того, что холмы, сдвоенные холмы, напоминающие гор Верблюда, возможно по этой причине. А вот на это событие завтра могут попасть все желающие? И как попасть? Будет ли организован какой-то транспорт? Что вообще? Да, конечно, на данное мероприятие может попасть любой желающий. Городским акиматом организовываются автобусы. Завтра, 31 мая, с 8.30 утра автобусы будут стоять возле драматического театра имени Тахоя Ахтанова и возле торгового центра Айна, возле областного акимата. С 8.30 до 9.30 эти автобусы будут набирать всех желающих и будет доставка до памятника обелиска и, соответственно, назад. А вот какие еще мероприятия будут посвящены этой дате и пройдут в октябре? Помимо митинга у нас во всех библиотеках города, в музеях города будут проводить тематические выставки, экспозиции, посвященные данному дню. Кроме того, в 15.00, 31 мая, в здании обоснованного рутана будет проведена конференция, посвященная столетию движения Алаш и Дню памяти жертв политических компрессий. Вообще, какой цифрой исчисляется количество жертв политических репрессий именно в нашем регионе, в регионе Октябрьской области? В целом, в Октябрьской области в 1936-1937 годах репрессия была подвергнута порядка 7 тысяч человек, из них 1800 было приговорено к расстрелу. Что касается именно Верблюжьей горы, точная дата расстрелянных людей там не установлена, но приблизительно по подсчетам историков речь идет о 1200 человек. А вот вы вообще встречаетесь с потомками репрессированных, как-то общаетесь, какую-то связь поддерживаете? Да, у нас бывают встречи, они немалую роль играют в том, чтобы восстанавливать те события, делают запросы в архивы, мы пытаемся оказывать всяческое содействие. Также в основном в преддверии этого праздника, нам у нас получается общаться в основном в преддверии этого праздника. А помощь какая-то? А не праздник, извиняюсь, Дня памяти. Да, Дня памяти. А помощь какая-то оказывается потомкам репрессированным? Самим репрессированным, согласно законодательству, была положена надбавка специально государственного пособия. Но, к сожалению, самих репрессированных у нас уже практически не осталось в связи с большим возрастом, а родственникам помощи как-то такой не оказывается. А вот молодежь нынче какая? Она интересуется историей и, например, эта дата, 31 мая, она как-то отличается? Вообще знают об этой дате наша молодежь, знают ли? По крайней мере, наша работа состоит в том, чтобы максимально стараться донести это до молодежи, потому что, если мы не будем помнить уроков истории, тот, кто не помнит уроков истории, не застрахован от подобных ошибок в будущем. Поэтому, собственно, и проводятся конференции подобные завтрашней, те же самые выставки. А вы можете более подробно рассказать о конференции? Какие вопросы будут на ней обсуждаться? Что вообще будет за конференция или нет? Там будет подниматься вопрос о роли лидеров движения Алаш, о том вкладе, который они... А в том числе независимость Казахстана, можно сказать, это один из плодов деятельности, деятельности тех времен. Это, ведь это было, на тот момент это была интеллектуальная элита Казахстана. О ее роли, о судьбе лидеров Алаш и о ее роли будет идти речь. Ну что ж, будем ждать в любом случае, что на мероприятие, которое пройдет завтра, посвященное Дню памяти жертвы репрессий на Верблюжьей горе. Еще раз напомним, давайте, Максат, где сбор, чтобы люди, кто желает, могут также посетить, посмотреть и, конечно же, вспомнить. Абсолютно все, независимо от возраста, социального положения, если есть желание, то завтра. Отказывайте. Возле Драматического театра имени Ахтанова и возле торгового центра Айна с 8.30 до 9.30. Сбор в 9.30 начинается движение. Само мероприятие состоится в 11 часов на Верблюжьей горе. Многие люди приезжают самостоятельно. 21-й километр Оржской трассы. Людей много вообще собирается? Вот вы, наверное, первый год туда приезжаете? Ну, порядка 400-400 человек. Потому что помимо тех людей, которые приезжают на автобусе, приезжают родственники, читают Коран, читают молитвы. Очень много людей приезжает самостоятельно. Вот об этом я хотела спросить. Скорее всего, большая часть – это родные и близкие. Либо есть те, кто просто поддерживает. Историю, да, чтит, память. Да, есть и родственники, но есть также и нерадодушные горжения. Кроме того, есть хорошая традиция. У некоторых учебных заведений привозят у своих учеников. Кто, вот, например, есть такие частые ученики? Университет Жубанова, допустим, традиционно привозят свой медицинский университет. Университет Жубанова, к примеру, вообще останки были найдены как раз таки археологическим отрядом исторического факультета университета Жубанова. Под руководством Сергея Гуцалова, если не ошибаюсь, студент исторического факультета Геннадий Макаревич, в 90-м году при проведении раскопок обнаружили останки. И что сразу характерной особенностью было, то, что в затылочной части черепов были найдены отверстия. После этого были сделаны соответствующие запросы в архив КГБ. Этот вопрос был поднят. Да, те времена действительно сложные, и мы, вникая в историю, пытаемся разобраться и понимать. Но те люди, кто был там, и родственники, и из репрессированных, они, наверное, всегда, не наверное, а всегда помнят и вспоминают добрым словом. Максан, спасибо вам за то, что пришли в нашу студию сегодня. Мы желаем вам отличного рабочего дня. Понимаем, сложно работать и с молодым поколением, и, конечно же, с историей тоже вы связаны. Желаем вам всех благ и также оставаться преданным к своей работе. Дорогие друзья, мы с вами встретимся уже совсем скоро. Долгожданная получасовка. Наши пользователи социальных сетей уже начали громить и писать, когда вы будете разыгрывать подарки. Скоро будет, друзья, скоро будет. Обязательно набирайте заветные шесть цифр, 222-333. В прямом эфире мы разыграем подарки от наших партнеров. Друзья, все это впереди, а пока немного рекламы и самых свежих новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова